Уже в среду с запада к Приморью подойдут новые атмосферные фронты. Здесь местами начнутся дожди, которые к концу дня охватят большую часть края. Пока же вода уходит из подтопленных паводком районов Приморья. Жители покидают пункты временного размещения и возвращаются в свои дома. Подтопленными остаются 150 жилых домов и более 650 подворьев в девяти селах. Режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях. В рамках своих полномочий муниципальное образование, безусловно, проведет ту большую работу, чтобы быстро ликвидировать эти последствия. Мы посмотрим, что может край оказать в этом плане. Еще раз говорю, что, конечно, необходимо учитывать этот фактор и страховать свое имущество. Как это сделали некоторые граждане в Уссурийской, тогда гораздо быстрее приводить и оказывать меры поддержки. Здесь комиссия будет рассмотрена по тому объему в каждом доме, насколько она высоко поднималась, насколько это потеря имущества, что стало непригодным. И после этого уже примутся решения. Расчищать русла рек, укреплять берега снова начнут осенью этого года. Об этом заявил Олег Кожемяка во время рабочей поездки в Октябрьский район, наиболее пострадавший от паводка. Всего с конца прошлого года расчищено почти 60 километров рек и ручьев в 18 муниципалитетах края. Как пояснил глава региона, работы начнутся осенью, когда уровень воды в реках снижается и техника может полноценно работать. В ноябре будет уже подготовлена проектно-смертная документация на большую защитную дамбу, в которой мы участвуем совместно с федеральным министерством. Это более двух километров, что позволит локализовать все эти последствия, защитить населенные пункты от наводнения. Тем временем штормовое предупреждение вновь объявлено в Приморье. В связи с влиянием активных фронтальных разделов 22 и 23 августа ожидаются сильные, а в отдельных районах очень сильные дожди. На реках южных и западных районов края ожидаются подъемы уровня воды до 3,5 метров. В целом ситуация находится под контролем, каких-то особых тяжелых случаев не наблюдается. Все это в рамках возможности муниципальных районов. И поэтому, безусловно, сейчас по итогам и по подведению анализа необходимо продолжать работу в тех районах, где введена чрезвычайная ситуация по берегу укреплению, по отсыпке дамп, по созданию аварийного запаса, по приобретению в муниципальных районах, там, где есть денежные средства, вот, и ПНС, которые показали себя блестяще. Где-то мотопомп и, безусловно, сделать все, чтобы ливни, которые могут продолжаться еще там и в августе, могут в начале сентября, значит, для нас не были неожиданностей, силы средства были готовы. А в Тихом океане в эти дни идет формирование двух тропических депрессий. Одна из них, скорее всего, превратится в мощный тайфун и пойдет в сторону края. Несмотря на то, что окончательная траектория вихря еще не прояснилась, в соцсетях жители Приморья уже высказывают самые разные опасения относительно возможного ухудшения погоды. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.